Ну, люди очень интересуются, как в тяжелейших условиях живут азовцы. Я вам скажу, что они делают вот такие крутые палаточные городки из палок, клеенок и так далее. Вот у нас друг Рейнджер. Дружи Рейнджер, как тебе живется в таких условиях? Короче, условия, мягко говоря, не очень, но в принципе на дух бойцов, боевой дух это никак не влияет. Мы готовы сражаться дальше, и с учетом того, что как бы все мировое сообщество нас поддерживает, как бы есть типа вера, скажем так, и командование полка, и президента, и международную помощь. Международную помощь, да, так что... Да, у нас тут пацаны призывают... Условия как бы не очень, ну блин, дух боевой никак от этого не умеют. Ладно, дружи Рейнджер, вот то, что всем точно интересно, покажи, какую крутую комнату сделали вы с вашим боевым товарищем. Вот это реально, я думаю, интересно всем. Ну, во-первых, конечно, здесь испытание опасно для жизни, это точно. Это шоу, это шоу, короче, подката на прокачку. Вы понимаете, это тупо в полевых максимально, даже не полевые, а черт пойми какие условия, в деревьях каких-то этих, блин, как их, дверей и всего прочего, сделать вот такую классную комнату. Это реально очень максимально круто. В общем, в самых дерьмовых условиях мы можем себе устроить комфортные условия для существования. Абсолютно верно. Печка, кружка и антисептик. По-моему, это лучшее, что может быть в рационе, блин, современном бойца Азова, который находится в тяжелых условиях. Ну, я думаю, что все... Я прошу заметить, оружие смазано, снаряга готова. Байлин. В условиях мы готовы воевать. Это круто. Ну, мы верим в деблокаду, но пока ее нет, мы готовимся и будем сражаться. Слава Украине.